Привет, с вами Андрей, у нас шатер пиксель данжен, прохождение боевого мага, я думаю в этой выпуске сделать восхождение, попытаться по крайней мере и желательно не сдохнуть, поэтому давайте заберем амулет. У нас по зачарованию, чтобы вы имели представление, у нас зачарование вязкости, вампиризм о посох, собственно чаша стоит, кстати говоря мы как вариант могли бы сейчас скастовать на себя, прокачать по возможности чашу, а чтобы перейти на 9 уровень нам нужно около 200 хп иметь, на самом деле это дохрена, но давайте это в принципе 200 плюс, поэтому давайте уколем все чаши, ну 157 удар получили, давайте поспим, поспали, давайте еще раз уколем. Вот 223 удар получили, под всеми защитами, у нас защита у паузи земляная, осталась магическая. Поедим, точнее сказать перекусим, у нас присутствует 2, 2 трансмутации, давайте продадим трансмутации. Теперь мы можем подобрать, я еще не закончил отвечаемому лету, еще раз юзаем трансмутацию, для того чтобы продать арпанит. У нас начали восстановить свое здоровье, потихоньку начинать выходить. Спим, поспали, наш персонаж проголодался, давайте его покормим несколько раз для того, чтобы голод сбить, чтобы он нас больше не отвлекал. В момент восхождения. По тренькам у нас, собственно, часы. Ну и остальные адвента и вот так вот выглядят из себя. Если можно было нам скастовать арену и не получать много урона от огненной длани, как и ядовитые вместе. А так, в целом. Ладно, я думаю, будем двигаться дальше вместе с вами. Нас подбуждают, что прохождение усложнится. Давайте продолжим. Включим факел, потому что на текущем уровне тропионы несчастные. Суккуба. Продумать, что он самый умный. Убьем суккуба, проклятие амулета упало. А, важно, чтобы вы имели представление. Проклятие амулета, что оно из себя представляет? Ваша задача выходить на зеленый свет. Ну, как вы дорогу, например, переходите на зеленый свет, как и ездите, например, по светофору. Вот тоже самое. То есть вы выходите на зеленый свет. Ни на желтый, ни на оранжевый, ни тем более на красный. Именно на зеленый свет. Собственно, это мимик. Давайте его не будем трогать. Это тоже, собственно, мимик. Это, кстати говоря, растущий чемпион. Мы его, скорее всего, просто не сможем убить. У нас на него зеленок не хватит. Если только у нас есть вода... У нас нет воды. Ой, блин, я... Представляете, я воду не сделал. А нет, а две бутылочки есть у нас. Нет, смотрите-ка. Тараканище. Не получилось его подтолкнуть. Ну и пускай бежит тогда от нас подальше. Хрен-то на него. Так, где у нас выход? Выход, выход, выход. Вот я вижу выход. Наша задача отсюда выйти. Давайте используем камень перемещения. С растущим чемпионом. Шутки плохи. Если у вас есть возможность не получать от него урона, лучше не получать от растущего чемпиона урон. Потому что растущий чемпион все-таки не даст вам покурить. У нас, собственно, есть еще колодец. Ну, как вариант, можно, в принципе, забрать колодец. Вопрос, чем заменить его. Ну, давайте наберем. А, брудюк у нас не получается. Ну, давайте тогда ключ используем. Мы не можем использовать огонь, потому что огонь тогда сождет суккуба к чертям. Но нам так будет не интересно. У нас один ключик. Давайте посмотрим, что мы можем выбрать. Опознание. Карта. Очищение, что хорошо. И токсический газ. Я думаю, мы заберем очищение. И выходим. У нас зеленый свет. У нас тут сразу два глаза прибежало. Ну, понятное дело, мы выходим на следующий этаж. Собственно, смотрим. Вот этот момент цвет амулет у нас желтый в данный момент. Наша задача просто кого-нибудь случайно шлепнуть по дороге. И при этом самому не сдох. Вот, например, злобоглаз. Идеально, чтобы он стоял вот в этой вот клетке. Не знаю, как вам показать. Поэтому мы будем... А он сейчас, скорее всего, начнет заряжаться. Поэтому мы просто постоянно подождем. И вот, пока он разрядится, скажем так. Злобоглаза можно поджечь. Без проблем он будет гореть даже в воде. Какая же ты гнида. Со спины-то нападаешь, крыса. Ну, мне просто в спину урон не наносит. Поэтому... Опасней, конечно, злобоглаз. Поэтому... Обратите внимание, проклятие амулет упало. Мы, в принципе, можем выходить. Чакубу. Муд. Таракану-муд. Чтобы они нас не трогали, выходим. Муд с помощью палочки трансфузии. Вот она у нас присутствует. Палочка трансфузии. Мы с помощью нее дали ему. У нас, кстати, еще есть слепота на дальниках. Яд и электричество. Электричество более эффективно в воде. Что касаемо вязкости. Вязкость неплохо. Много урона мы не получим. Зачарование, которое у нас на броне в данный момент. Двигаемся, собственно, вверх. По возможности, кончить и по нем. Ну, как вы видите, никого нету. Это очень плохо. Значит, придется искать кого-то из мобов. На самом деле, локация не самая удачная. Но все-таки нам придется... Нашли суккубу отлично. Хоть кого-то. Именно в том спасибо. Суккуба, скорее, у нас будет пытаться очаровать. Ее достаточно больно бить. Собственно, злобоглаз. Нам бы, в идеале, с ним ужасное местоположение. Используем щит на себя. Потому что у нас не будет шансов против суккуба. Перекусим. У нас 70 за щит. Он, даже если пробьет, то он где-то около 40 пробьет. Я думаю, что нам нужно просто бежать вверх. Поэтому обходим. Собственно, как я и говорил, проклятье амулета упало. Злобоглаз выстрелил не туда. Понятно, причина от злобоглаза лучше не драться. Блин, ну как же вы заколебали сжать. Собственно, они меня зажали. Давайте... Интересно, подействует ли страх на этого злобоглаза? Давайте это и узнаем. Нам это, в принципе, и не нужно. Выходим. Обратите внимание... Нас опять злобоглазы зажали. Но это не страшно. Я думаю, дадим ему страх. Давайте для начала одиночность начать. Нас немножко раздамажливаем. Это неприлично. Давайте перекусим. Выпьем бурдюк в какой-то веке, чтобы он не отсвечивал. Посмотрим, куда нам надо идти. Нам надо идти буквально два шага. Опять же, очень плохая локация. Почему? Потому что очень удобно для выхода, но... Понятно, эта мусорная щелка нас очаровала. Проклятье эмулета упала. Можем выходить. У нас зеленый свет. Собственно, бес, который очень сильно не любит, когда... Мы убиваем финального босса. И он говорит, я хочу быстрее отсюда свалить. Быстрее, быстрее. На самом деле, беса понять можно. Поэтому давайте возьмем то, что мы сможем забрать у него. Тактически вес нам особо не интересно. Вот ускорение нам интересно. Потому что скорость все-таки полезная вещь. Ужас тоже неплох. В целом, упознание нам не поможет. Рассеивание чар в целом неплохо. Баланс. Но баланс... Сложно сказать, на что нам баланс взять. Скорее, на уклонение. Поэтому давайте возьмем баланс. Возьмем его на уклонение. Поставим. Для брони. Для того, чтобы получать меньше урона. Уклонение у нас, правда, не раскачано. Как, например, у дуэлянта. У него оно вообще может быть бесконечное. Но факт в том, что в нашем случае оно пока хотя бы присутствует. Давайте возьмем ужас и, собственно, пойдем. У нас 700 монет. Я и, собственно, трансмутацию заберем. Для того, чтобы вне торговца, так называемого беса, что-либо делать. Быстрее покупай. Мне нужно выбираться отсюда, говорит, собственно, предприимчивый бес. Давайте посмотрим, где у нас выход. У нас выход в самом низу. Но мы пойдем, скорее всего, по левой стороне. Хотя нам... Обратите внимание, персонаж бегал на месте. Это означает только то, что кто-то пытался в нас выстрелить. Либо прыгнуть. Голем, наверное, полагающий, что он самый умный. Этого мы не убьем. Големы, потому что у нас мало того, что они жирные. Его можно убить, но он будет вас телепортировать. У него плюс одна клетка дистанции. Мы его просто не убьем. Поэтому мы просто от него убегаем. Сверху кто-то пришел. Это огненный элементарь. Какая грязь. В деревянной локации огненный элементарь. Это просто фиг. Нам, кстати, не повезло. Тут подошел маг еще. Точнее, несколько магов. Проклятье амулета упало. Мы можем выходить, но проблема в том, что выход у нас через верх только. То есть нам нужно каким-то невероятным образом остановить время. А выход тут один. Поэтому... Собственно, монах. Монаха нужно просто поджечь. И подчаянь, едет за вами. Монах в этом вопросе шикарный противник. Особенно, если вы его по скорости сможете сделать. Это просто красота. Зеленый свет мы выходим. У нас сейчас желтый. Ищем выход. Выход мы, собственно, нашли. Просто бежим к выходу. У меня персонаж опять на месте бегает. Это из-за големов, скорее всего. Он бегает, потому что големы сразу нас видят и сразу телепортируются к нам. И из-за этого персонаж бегает на месте. На самом деле это неудобно. Электрический элементарь. С ним нельзя драться в воде, потому что вы будете очень много урона по себе получать. А, собственно, маг. Этот, скорее всего, загорит. Бьем чернокнижника. Ну, убили чернокнижника. Выходим. Ищем выход. Выход у нас в самом низу. В принципе, равнофиксный, как ики. Давайте пойдем по ближайшей. Опять же маг. Дадим ему очарование. Но, обратите внимание, на него не действует. То есть, я его очаровал, но как будто бы я в него стрелял очарованием. Но очарование на него не подействовало. Что делать в этой ситуации? По идее, мы могли бы телепортироваться от него. Либо его телепортировать. Я думаю, его телепортировать будет лучшим решением. Пускай идет отдыхает. Собственно, ищем, где выход. У нас тут буквально один пролетик. Какая грязь. Это антимагический чемпион. Но, на самом деле, нам все равно мы... Но мы не сможем его очень долго бить бом. Потому что акцент у нас на магии в данный момент. Из-за этого, как вы видите, очень мало урона он получает. Но проклятье амулета упало. Вам с ними нет вообще смысла драться. Но проблема в том, что на этих магов не работает очарование. Поэтому нам нужно от них просто убегать. Я думаю, нужно сделать следующим образом. Взять ботинки природы, поменять их сроком от обилия. Нас, конечно, раздамажили. Мы кастуем на себя временные пузыри. Просто убегаем. Собственно, следующий этаж 16. Ну, тут можно по кратчайшему пути. Хотя кратчайший путь не самый лучший. Ну, все. Маг. Ну, понятно, причина к нему в лицо подходить. Хорошо, что он не антимагический чемпион, на самом деле. А то с антимагическими чемпионами драться такое есть и удовольствие. Учитывая то, что у нас акцентами на магии идет. Простите внимание, сколько урона у меня на нас. Собственно, проклятье амулету и слава. Давайте подождем, пока огонь упадет. Гнида. Видели? Да, он сквозь стены атакует. Ну, маги вообще у нас читеры. Маги читеры. Они прямо сквозь стены просто бьют и им плевать. Ну, вот и видели дистанцию. То есть, он стоял в дверях. Я стоял вот здесь. Вот он просто сквозь стену. Хренак. Что это за читер, блин, который сквозь стены бьет? У нас бронелом повесили на нас. Нам нужно бы в идеале его снять. Из-за бронелома мы очень много урона будем получать. А проблема в грудалаках в том, что они упорно дохнуть не хотят. Знаете, что мы не вкачали еще? Мы не вкачали отвлечение от воды. Обратите внимание, количество вурдалаков, которые нарисовалось. Просто делаем ножки, потому что это просто финиш. Нам не дадут пройти так. А, нам нужно вверх бежать. Давайте просто пробежим. Обратите внимание, два гигантских вурдалака. Но они ничем нам особо не примечательные. Поэтому давайте просто от них убежим. Собственно, у нас зеленый свет, мы вышли. Обратите внимание, у нас все защиты упали. У нас ни одной защиты не осталось. Давайте посмотрим, где у нас выход. Вон выход. Но локация не самая удачная. Учитывая, что как любит разработчик запихивать магов в игру, в большом объеме. Учитывая, что он летающий. Обратите внимание, количество магов, которые присутствуют. Ну вот о чем я и говорил. Разработчик просто обожает запихивать магов. Причем он их запихивает на все уровни, для того, чтобы люди не скучали и получали магический урон. Собственно, зеленый свет, мы выходим. Следующий этаж. Ищем, где у нас выход присутствует. Вон вверху. Давайте пробежимся. Маг. Очаруем его. Благо на него работает очарование. На самом деле это очень смешно, просто когда на врагов не работает очарование. Мы, собственно, можем выходить. У нас зеленый свет. А вот единственное, маг нам мешает это сделать. Давайте ускоримся. Проблема в том, что у нас нечего, нет солнечника, семечка, для того, чтобы его впихнуть. Даже если мы прокачаем себе ботинки, но семья и солнечка мы так до сих пор не нашли. Не солнечника, а скорополоха, который здесь присутствует в ботинках. То, чтобы улучшить ботинки. Поэтому у нас не получится их улучшить. Идем через верх, потому что через низ более открытая местность. Нам, скорее всего, больше урона потом дадут. Особенно, если появится за респаунных самок. А, собственно, таракан, которых нужно только сжигать. Потому что они либо бить коррозией, если у вас... Обратите внимание, у нас зеленый свет. Нам нет смысла ловить тут больше урон. Просто делаем ноги оттуда. Как мы видим, тут ближайшая дорога. Но Виница, она не самая удачная. В плане того, что она прямая. И если нам заблокирует проход, мы, скорее всего, не сможем уйти. Обратите внимание, персонаж опять на месте и начинает двигаться. Это говорит о том, что какая-то гнида приползла и пытается ходить. Обратите внимание, нам говорят, что все, можете выходить. У нас зеленый свет, мы выходим. Вот, собственно, переводим дух. Я так же думаю, нужно вас зарегенерировать. Получается, переодеть рог изобилия. Зарегенерировать, собственно, с помощью... Восстановить свои палочки. Зарегенерировать, восстановить свои ботинки. Переодеть кольцо энергии. Ну, чтоб она, кстати, не восстанавливается. Что очень странно. Обратите внимание, я вроде сплю, она не восстанавливается. Описание, что ли, заряд. Обратите внимание, приношение увеличивает скорость зарядки артефактов и героической брони. Ну, а вот, смотрите, артефакт. У нас ботинки 67%. Они не восстанавливаются. Я вроде пытаюсь спать, они не восстанавливаются. Ну, это можно было бы обойти. Мы сейчас, наверное, так и сделаем вместе с вами. Для этого мы будем использовать, собственно, набор химика, который у нас присутствует. Вместо кровавого чаши переставим. Перекусим. Пусть не именно поедим. Как алхимик разогреется, подождем, когда он будет готов к работе. Он, собственно, готов к работе. Давайте его используем. Для этого нам нужно сварить. Сварить. Где у нас это? Так, сварить, сварить. Сварить нам нужно... Вот оно присутствует. Нам нужно зелье, свиток мистической энергии, чтобы экипированные артефакты перезаряжались. Тем самым, чтобы наши ботинки перезарядились. Понятное дело, что мы их можем и другими способами перезарядить. Например, в милишном бою. Но, я думаю, для нас это будет не сильно актуально. Снимаем алхимика. Ставим на перезарядку. 70, 80, 90, 100. Собственно, все мы перезарядили. Можем дождаться перезарядки рога до 10. Рог, собственно, полон еды. Можем его менять. Ботинки меняем на кольцо щита. Поехали. Дальше. Собственно, локация тюрьма. У нас зеленый свет должен быть. Но сейчас у нас пока желтый свет. Идти, в принципе, стоит по верху. По низу непонятно, сколько модул будет. Посмотрим. У нас ДМ сходу. Ну, понятное дело, что мы в лицо ДМу не пойдем. Потому что слишком большое расстояние. Мы могли его пытаться очаровать. Но ДМ такая гнида, что наше очарование надолго не подействует. Брать внимание, он постоянно уклоняется. У меня настолько никчемное оружие, что ДМ постоянно от него уклоняется. Некромант – это просто ужасно. И вор. А-да кого ты бьешь? Нужно бить вора, потому что он у нас скрысил снаряжение. Обратите внимание, он меня скрысил ланг, представляете? Блин. И меня еще на огонь подтянули. Ха-ха-ха-ха. Ай, блин. А на самом деле вора нужно убить. И, возможно, нам даже засчитают за его поражение. Как же много могут. Офигеть. Нам нужно убить скелета, он стоит на нашей манхе. Вот, там их забрали. Отлично, мы молодцы. Осталось убрать вот этого. Убрали его. Теперь вот этого. И этого убрали. Все, теперь убегаем отсюда. Обратите внимание, у нас количество здоровья очень сильно уменьшилось, потому что… Плюс у нас отложенный урон. Давайте посмотрим количество отложенного урона. 18. То есть у нас хп уже, по идее, должно было уменьшиться в разы. Да, нам в этом вопросе, конечно, не сильно повезло. Давайте восстановимся немножко. Так. С помощью зелья исцеления. Пойдем через них. Опять же персонаж на месте побегал. Обратите внимание, ДМ постоянно уклоняется. Ну это просто финиш какой-то. Разработчик просто юморист. Ну вот вы сами видите, он через раз просто уклоняется. Ну как это проходить, если он через раз уклоняется? На самом деле нам неудачно стоит скелет. Мы можем выходить. Скелет, смотрите, стоит здесь. Скелет вышел. Мы можем отсюда выбегать. Отложенный урон как пошел отсюда. Конечно, какая-то гнида нарисовалась. Давайте используем скорость обычную. Дайте пройти уже, но не дают они просто идти. Они постоянно тормозят. Собственно идти надо через верх. Потому что мы просто проще, быстрее будет. Не знаю по мобам, кто нам там зареспаумится. Но вообще можно было бы. Так, давайте подождем пару мобов. Для того, чтобы они нам, возможно, что-то смогли принести. Более полезно. Подождем парочку мобов. Я думаю, сейчас сюда все придут. Ну вот, скажем, первый всегда приполз вор. Да куда ты стреляешь? Ну, ой, ну, не получается у меня. Собственно убили ворону, нам его не засчитали. Ой, блин, это растущий чемпион. Его отсюда надо телепортировать. Потому что он растущим чемпионом. Причем на восхождении не вариант вообще взаимодействия. Поэтому пускай он летит отсюда на все четыре стороны. Скелета важно, чтобы он взорвался подальше от вас. Потому что иначе вам будет просто больно. Гнида нарисовалась. Обратите внимание, я его зачаровал. А ему плевать на зачарование, он меня пробивает. Видимо, страж не является живым существом, которого действует зачарование. Как и на чернокнижников, тоже самый эффект. Собственно, идем по ближайшей траектории. Мы не пытаемся изобретать велосипед. Тут у нас скелет, давайте его сожгем. Обратите внимание, количество урона, которое скелету проходит. Я, честно говоря, просто поражен. Вор, скорее всего, сейчас будет пытаться свалить. Но мы, конечно же, по вору не попадем. Нет, мы и попали даже в финальный удар. Персонаж проголодался, мы сейчас его покормим. Собственно, спускаемся на пятый этаж. Мы сейчас персонажа покормим. А, он сам восстановил свою еду. А я думал, нам нужно будет его покормить. Король коры, здравствуйте. Собственно, тут по ближайшей траектории пойдем. Потому что она самая опасная, но все-таки пойдем именно по ней. Попытаемся прожечь краба. По идее, краб должен быть самый сильный на этой локации. Да, он является самым сильным. Краб живое существо, на него действует очарование. Проклятье, амулет упал и можем выходить. Смут играться мы не будем. Поэтому, пускай они все дружно отдыхают. Ну, давай, тут в идеале, конечно, в обход. Это лучшая траектория, но пойдем по самой большой. Видим краба. Жалко, у нас нет палочек подхалкивания. Можно было бы большинство врагов просто скинуть в пустоту. Но у нас нет такой возможности. Если я правильно понял, ботинки нам особо погоды не сделают. Поэтому не меняем на рук изобилия. Потому что у нас присутствует пока что зелье скорости. Блин, я с вами заговорился и у меня желтый цвет амулета. Проклятье. Это очень плохо. Потому что вам просто элементарно будет очень больно. Как, собственно, мне. Обидим врага. Это крыса. Ну, крыса наш не враг. Крыса наш друг. Поэтому. А вот остальные это наши враги. Поэтому наша задача раздамажить наших врагов. Перекусили. Видели, сколько урона получилось? Ха-ха. 15 в лицо. Это просто капец. Отложенный урон пошел, но у нас первый уровень. А, у нас не зеленый цвет, кстати. Хм-хм. Проклятье. Амулеты зеленые. Выходим. А у нас остался, собственно, финальный рывок. Давайте добежим. Обратите внимание, персонаж опять на месте побегал. Это, видимо, ходят союзники, скорее всего. Присутствуют союзники, и они ходят. Либо кто-то прыгает на вас. По крайней мере, у меня именно так и было. Обратите внимание, сейчас персонаж будет бегать на месте. Но крысы с крысами вдерутся. Ха-ха-ха. Видели, да? Растущий чемпион, на самом деле, для нас он был бы очень страшный. Но мы король крыс. Поэтому нам, в принципе, на них все равно. Нам нужно еще одного убить. Точнее, чтобы наши крысы их шлепнули. Обратите внимание, крысы шлепнули. Все, мы, собственно, победили. Поэтому выходим. Игра окончена. Мы победили. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.